Почему мы выбрали тему социального капитала, во-первых, и, во-вторых, почему, когда человек из наших регионов теряет свою ментальность, обычаи, это ведёт его зачастую, быдловатым может стать. Объясню, почему мы остановились на этих темах. В общем, можно с места в карьер начать. Когда мы обсуждали эту тему, ты сказал, что максимально презентативным было свидетельством нашего тезиса, это были выкрики, матерные выкрики в адрес Битарова, людей на площади во время митинга. Расскажи, что ты думаешь об этом, Алихан? В одном из эфиров, вернее, в одном из подкастов с Аликом, но и в текстах я к этой мысли как-то приходил о том, что условные кавказцы, так собирательный образ такой, кавказцы, теряя национальную идентичность, теряя свои культурные особенности, они не приобретают каких-то новых черт для себя, скажем так, не ассимилируются русской культурой, а просто становятся такими, ну, как я их назвал, такой полухач-россиянин. То есть это не очень образованный такой, не очень воспитанный такой россиянин, россиянин просто чернявый и разговаривающий с акцентом. И с нерусским именем. Как? И с нерусским именем, и все. Да, иногда. Да, иногда. То есть надежда на то, что, ну, есть часть общества в наших республиках, во всех, я думаю, которая предполагает, что если уйти сегодня от какого-то традиционного этикета, от, в кавычках, средневековой этики, которая сдерживает наше общество, то все это прекрасным и чудесным образом станет похоже, возможно, на какие-то там, на какие-то их прекрасные идеалы, то, как они себе это представляют. Но на самом деле все это будет немножко по-другому. На самом деле нас ждет не Париж, как сказал один мой знакомый хороший, а в лучшем случае Мексика, в худшем случае какая-то африканская, там, не знаю, Уганда, может быть, или Конго. А почему, как ты думаешь, Алихан? Вот человек считает, он, допустим, уезжает учиться в Москву. Это очень распространенный кейс. Он учится в Москве, он говорит, я вообще не хочу домой, там очень меня все стесняет, там люди очень ограничены. Мне нравится здесь. То есть почему он, теряя свою культуру, он не обретает какую-то другую? Интересный вопрос, наверное, вопрос к профессиональным социологам больше. Мы с тобой все-таки любители для того, чтобы четко формулировать такие мысли. Наверное, потому что культура — это традиция. И традиция, которая передается от, не обязательно от отца к сыну, но от какого-то социума к части этого социума, если мы говорим об отдельном человеке. И попадая в эту среду, в среду большого города, если мы говорим о Москве, то Москва ведь сама по себе это город во многом лишенный какого-то культурного бэкграунда. Это мегаполис, это рабочее место, в котором люди разных культур, религий, рас и национальностей находятся вместе и обмениваются своим профессиональным опытом, прежде всего. Ну, по крайней мере, я когда учился и работал в Москве, для меня это было рабочим местом. И общение моё с моими коллегами, скажем так, оно во многом ограничивалось вот этим профессиональным кругом либо ученика, студента, либо сотрудника. Поэтому, наверное, для того, чтобы приобрести какие-то свойства, нужно погрузиться в культурную среду, которая Москва, ну и, в общем-то, в России, наверное, после, в постцарской России немножко сместились культурные акценты и среды, которая несла бы в себе русскую культуру, но её во многом, наверное, эта среда утрачена, по моим представлениям. Вот, ну как-то вот так. Я же говорю, мне сложно формулировать вопрос такой непростой, к нему не готовился, честно говоря, не был готов. Ну, так, если подумать, наверное, потому что Москва, это в первую очередь миграция с региона Северного Кавказа, это в Москву, она наднациональный город, она несёт в себе какой-то определённого культурного заряда. Возможно, поэтому? Я согласен с тобой. А согласен с тобой? Ну, что бы я хотел отметить, что для любого провинциала, а мы в известной степени провинциалы с тобой, да? Для любого провинциала нахождение в большом городе, будь то Москва, Петербург, Лондон, Стамбул или какой-либо иной город, это очень хороший опыт. И этот опыт для меня лично был положительным. Это опыт взаимодействия с людьми, которые отличны от тебя по своему поведению, по своему воспитанию, по своему отличной и в лучшую, и в худшую сторону. По своём образовании, ну и по всем остальным своим качествам. И мне кажется, что эта гибкость и умение находить общий язык с разными людьми, в частности, оно очень важно для людей из регионов. И второе, это я заметил, что люди, которые ведут бизнес здесь, в республике, и которые делают его хорошо, они все прошли через какой-то опыт работы или учёбы, или проживания в крупных городах. Мне кажется, это тоже необходимо. Ну, несомненно, по крайней мере, расширяет кругозор как минимум. Если голова есть на плечах, если подмечаешь какие-то моменты, я тоже согласен. Это очень интересный опыт. А насчёт того, что вот нас спрашивают, я не знаю, к чему этот вопрос был, как вы относитесь к национализму, или что здесь спросили, я вот сейчас ищу этот вопрос. К национальному фанатизму. Ты считаешь, что он вообще уместен сейчас на Кавказе? По-моему, я очень редко с ним сталкиваюсь. Разве что в каких-то очень уродливых формах, когда в Инстаграме баттлы идут в комментарии? Мурат, я считаю, что в данном вопросе очень важна формулировка. Что имеется в виду конкретно? Под национализмом понимается очень широкий спектр явлений от вполне приемлемых до совершенно неприемлемых. То есть в данном случае, наверное, нужно говорить о формулировке. Национализм в традиционном понимании, как его понимают, обычно это термин, как проявление неприязни на основе происхождения человека, на основе его генетической или культурной составляющей. Ну, в подавляющем большинстве случаев это очевидно негатив. В подавляющем большинстве почему? Потому что, ну, есть, скажем, ну, давай об этом не будем. В общем, это плохо. Национализм, который основан на генетическом факторе, это очень плохая вещь. Это вещь, которая отравляет взаимодействие между людьми. Это вещь, которая доставляет дискомфорт обеим сторонам. Это вещь, которая деструктивно влияет на общественную среду, способствует напряжению, способствует социальному напряжению внутренним в обществе. но понимание наций как инструмента, как единицы созидания вот исторического такого. Вот на сегодняшний день единица исторического созидания коллективных действий это нации. Это кабардинцы, это русские, это англичане. Вот, чтобы что-то сделать сегодня, построить ракету, изобрести вакцину от коронавируса, вы будете взаимодействовать с людьми, с которыми вы объединены каким-то эмоциональным началом. Это может быть гражданское, этническое, политическое, там, какая угодно нация, но, в общем-то, вы будете взаимодействовать с этими людьми. Вот на сегодняшний день это факт. И это первое. Второе, ну, там, второй, третий, четвертый, пятый, может быть, да, ну, второе, это, скажем, ту воспитательную функцию, которую несет сегодня культура национальная, она, опять же, ее заменить на сегодняшний день нечем. То есть, и для нас, как людей, выросших в среде, в которой эти национальные традиции, эти культурные, воспитательные, они еще сильны, мы видим этот эффект. И это то, о чем мы говорили изначально, с чего мы начали этот диалог, что, отказываясь от традиционного воспитания, от традиционной школы воспитания, мы получаем людей, которые собираются на площади, и хором не стесняясь ни женщин, ни старших, ни самих себя, кричат взрослому мужчине, неважно, я об этом говорил, что кто он, глава республики, или охранник, или там, кто угодно, страж порядка, или просто прохожий. Не стесняясь этого, кричат, ему называют его представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. это прямое следствие отказа от традиционного этикета. То есть люди отказались вольно или невольно от этого и не приобрели ничего взамен. И это, к сожалению, пока что прогрессирует. То есть, ну, в массе мы явление противодействия тоже видим, да, в твоем лице, скажем. но в массе никогда, никогда Алихан себе такого не позволит, чтобы льстить кому-то. Но в массе своей мы видим, что вот пока что это идет в сторону отказа вот этих исторических новых. Вот знаешь, в чем парадокс? Вот, допустим, на примере Нальчика, на примере Кабардиницев, человек приезжает, допустим, села, почему-то очень популярный у них напиток страйк или флэш, ну, какой-нибудь энергетик. Вот он увидит, да, типулика с такой челкой нестандартной в каких-то нестандартных носочках, цветных кроссах. Он, в его понимании, он ассимилированный или, как они говорят, обрусевший. Но вместе с тем, у него у самого, вот те, о ком мы сейчас говорим, они не понимают, что они ассимилированы, они не понимают, что вот он говорит с сильным акцентом, да, он слушает какую-нибудь местную попсу, но они не понимают, что они ассимилированы. Вообще, у них нет вот этого понимания, и вот в этом я считаю вся проблема. Когда ты осознаешь проблему, это уже полпроблемы решено, как бы. У них нет этого понимания, что вот что они быдло, что вот что это некрасивое поведение и так далее. Я считаю, вот в этом большая проблема. Мурат, я думаю, что есть вещи, которые этому парню понимать, в общем-то, необязательно. Он должен получать готовые решения от людей, которые понимают что-то лучше него. И в данном случае эти решения должны формироваться национальной, опять же, элитой. Вот в твоем лице, к примеру, говоря о Нальчике, о кабардинцах, ты должен вместе с людьми, которые способны вырабатывать эти решения, им нужно предлагать готовую модель поведения и стимулировать в том числе и финансово, в том числе и экономически, культурно, создавая какой-то общественный контекст, стимулировать их к этому поведению. Понимать ему то, что он ассимилирован и в общем-то не нужно. Вы можете вступить в дискуссию, которая ни к чему не приведет, которая не закончится, у него никакого положительного эффекта не будет. Вы останетесь при своих, только может быть ты обратишь больше на это его внимание и он станет упорствовать в этом. Что этот Мурат себе возомнил, он мне еще указывает, что мне делать. Поэтому я убежден в том, что есть вещи, о которых в общем-то публичные дискуссии по которым бессмысленны и имеют необходимость и имеет смысл просто транслировать какую-то точку зрения и делать так, чтобы она была максимально привлекательной со всех позиций, как я сказал, с экономической, с культурной и с этической, ну в общем-то вот так вот я думаю. Вот здесь в комментах разгорелась небольшая дискуссия о том, что люди выразили мнение, что не всегда в мегаполисе человек ассимилируется, что в мегаполисах наоборот у людей начинает просыпаться самосознание. Это первый момент. Я с этим абсолютно согласен. У меня была такая же, был такой же этап. Но вместе с тем, оставаясь в этом мегаполисе на всю жизнь или на долгие годы, ты согласен с тем, что не по-любому человек потихоньку потихоньку размоется его вот эта национальная идентичность? Я согласен с первым, что находясь в большом городе, люди из, в частности Кавказских республик, они испытывают потребность в идентичности, если не ошибаюсь, называется индигенизацией, социологический термин. Этот момент есть. И также согласен с тем, что на длинном участке пути этот порыв к идентичности он теряется и на длинном участке пути меньшинства находящиеся в большом городе, тем более вообще в общем-то в меньшинстве, а тем более урбанизированные находящиеся в большом городе, они теряются, это безусловно. То есть мы говоря о среде, о культуре, естественно, должны учитывать все диаспоры, и московские, и зарубежные, но у вас немножко другая ситуация, у вас очень большая диаспора, которая может претендовать в общем-то на роль, наверное, ядра, на роль центра культурного, теоретически, не знаю, в незнакомой ситуации, но предполагаю, что так. Извини. А, да, говоря о будущем, мы должны говорить о том, что будущее это у себя дома. Строить будущее можно только у себя дома. Уезжать на учебу, пожить, поработать, да, безусловно, нужно и необходимо, всем это советую, но строить будущее и развиваться можно только у себя дома. Варианты такие, что я уеду, я такой, я такой, и мои дети будут знать язык, и соблюдать религию, и традиции, и быть прекрасными представителями своего народа, я думаю, что это утопия. Я не могу не согласиться с этим. В качестве примера я всегда привожу, даже сам себе, просто, когда я об этом размышляю, у всех, наверное, была мысль уехать, начать что-то другое, и я всё время вспоминаю эмигрантов революционной волны 30-х годов, которые уехали во Францию. Это были, в частности, представители Горской республики, которые были, наверное, одни из самых образованных людей в своих народах в своё время, но тем не менее, вот их потомки сейчас живы, но мы о них не знаем, и они себя, ну я уверен, что осталось мало от них того, что было в их прадедах, которые уплыли во Францию. Для меня это лучший пример, потому что те люди, которые туда уехали, они были, я думаю, в плане идентичности, они были более ярче, чем мы, крепче, чем мы, и если они так размылись, то нам, мы тем более пойдём по этому пути. Я тоже в канале об этом писал, в конце прошлого года был во Франции, пользуясь случаем, повидал своего старого знакомого, ну он намного старше меня, он из числа мухаджиров, то есть из турецких иммигрантов, в середине 19 века они переехали в Турцию, и он уже, наверное, в шестом поколении, после этого родители его во Францию переехали, и очень приятно, что он прекрасно выглядит родным языком, и поддерживает связь и с представителями фамилии, и с родственниками, и со знакомыми, но конечно же, безусловно, то есть всё равно это, ну во-первых, это исключение исправил, и наверное, один-два поколения, к сожалению, если они продолжат там жить, да, во Франции, к сожалению, я думаю, что это будет утеряно. Надо возвращать в Ольхан, срочно. Ну, мне сложно такие советы давать человеку, который до раза старше меня, ну, в общем-то, попробуем, попробуем этот вопрос поднять. Вот знаешь, один чеченец возрастной делился мыслями по этому поводу, не буду называть его, но был такой рецидент в Бельгии, во Франции, две семьи, то есть чеченские, они уехали в 90-х, в конце 90-х туда, они растили детей, всё было нормально, дети знают свой язык, вот здесь кто-то говорит, пока жить, язык ассимиляция не страшна, вот в противовес этому. Они знают язык и всё, но воспитание их детей превратилось в постоянные рассказы о какой-то сказке, о какой-то стране, о какой-то родине, которую они никогда не видели, которую они пока не могут посетить, рассказы об обычаях, которые на практике рядом с ними живущие никто не соблюдает, то есть они понимают, что нельзя в 11-м классе, грубо говоря, девочке с мальчиком идти за руку, если он не твой муж, ну допустим, я утрирую, и дети в конце концов перестали это понимать, зачем вообще это нужно, если мои одноклассники так не делают, или наоборот, они так делают, а мне нельзя. и у них начались очень серьезные конфликты в семье, вплоть до того, что в него вмешались власти, и родители впали в очень сильную депрессию, потому что они не могли противостоять вот этому, они не могли объяснить своим детям, чем мотивированы их вот эти наставления, так скажем. не получилась целая драма. Похожая история с семьями из Дагестана, знакомые моих родственников, они достаточно давно жили в Париже, вот парень, о котором речь идет, он там вырос, можно сказать, всем были довольны, все устраивает, все счастливы, но когда родились дети, и пришла пора им идти в школу, они решили, что им надо вернуться домой, потому что они поняли, что есть вещи, которые они не смогут контролировать. И в Дагестан вернулись в Париже, да? Я не уверен, что именно в Дагестан, но в общем-то вернулись-то, вернулись в Россию, возможно в Дагестан, возможно в город, где они жили до этого, я подробностей не знаю, но такое принято решение. Это серьезный шаг. Поняли, что есть какие-то вещи, которые важнее этого бытового комфорта. И да, выбор вот такой был сделан. Алихан, вот здесь очень интересный вопрос задал наш брат Нальби с Адыгеи. Он отмечает, что в Адыгее Адыгеи являются единственной титульной нацией, но при этом составляют всего 25% от общей численности. Ассимиляция неизбежна или сопротивление возможно? И от себя я добавлю, я много раз слышал от разных людей, что им, ну, я имею в виду гипотетически, им можно было оставить уже эту Адыгею, вот этим Адыгам, которые там остались, и вернуться или в КЧР, или в КБР, что там неизбежна ассимиляция. Но после того, как я там был несколько раз, вот у меня двоякие мысли, я не могу сам вот даже предположить, что с ними будет, потому что, с другой стороны, они действительно как анклав в окружении очень идеологически такого агрессивного, мощного Краснодарского края и экономически тоже богатого. А с другой стороны, мы видим явное усиление самосознания, явный подъём, который выражается в нескольких вещах. И для меня это вообще очень интересный эксперимент на наших глазах происходит. Ну, это опять же тот вопрос, на который, наверное, должны отвечать специалисты, поскольку в общем-то для всех вопросов, которые перед нами стоят, есть определённые модели, давно изученные социологами, историками, то есть то, что с нами происходит, это уже происходило не раз в мировой истории, и наверняка можно спланировать то, как это будет развиваться ситуация. Касаемо Адыгее, я в Адыгее был всего однажды, ну, естественно, у меня не было возможности ознакомиться с ситуацией, о которой ты говоришь. Я единственное, что могу сказать, что возможно подъём национального самосознания и религиозного, который, как бы, я не склонен разделять между собой, он, это следствие поляризации, то есть можно впасть в заблуждение, видя какие-то определённые вещи положительные в республике, в своей или в соседних республиках, а на самом деле вопрос идёт лишь о том, что население поляризуется, есть какой-то актив, который несёт в себе этот заряд, эту информацию, этот кураж, энергию, а большинство населения, подавляющая его часть, она, в общем-то, на это смотрит либо равнодушно, либо в лучшем случае равнодушно, в худшем не одобряет, посмеивается и так далее. Поэтому здесь нужно исследовать этот вопрос на уровне, на республиканском уровне какие-то исследования проводить, опросы, взять, брать целевые группы, ну, то есть пользоваться тем инструментарием, который есть для того, чтобы оценить насколько глубоко этот вопрос, насколько серьёзно он стоит, потому что для Адыгея я думаю, что этот вопрос он критичный, то есть это реальная возможность потерять республику это Адыгея. Алихан, я предлагал перейти к вопросу о социальном капитале, я анонсировал, когда ты отходил, давай поговорим об этом, особенно в нынешних реалиях это особенно актуально, особенно популярно об этом. нам вообще коронавирус столько всяких поводов дал для переосмысления того, что мы уже не раз говорили, обсуждали и о чём писали, и в том числе социальный капитал, то есть что мы под этим подразумеваем, это прежде всего способность людей к каким-то коллективным действиям, способность людей объединяться, оказывать друг другу поддержку, помощь и свои коллективные действия направлять в какое-то позитивное русло. Когда мы и на Хохаге, и в Телеграме, и в разных всех этих своих соцплощадках писали о том, что писали о том, что вот эта вот структура кавказского общества, которая основана на тесных родственных связях, что в России это единственный реальный способ защитить себя от краха пенсионной системы, от повышения цен, от нестабильности. Там часто очень появлялись люди, которые говорили, что, ну, ребята, это все средние века, это все архаизм, нужно смотреть в будущее, вы все топчетесь на месте, рассуждаете какими-то категориями, которые уже столетия назад перестали играть роль, и призываете нас пользоваться этим инструментарием, и получается, что последний раз, когда эта система показала свою эффективность, это были 90-е годы, когда была полнейшая разруха, когда люди лишились работы, заработка, лишились своих накоплений, и взаимовыручка, поддержка родственников, поддержка соседей, поддержка друзей, вот эти горизонтальные связи, они помогали людям выживать, и сегодня, я не знаю, как обстоит дело, ну, скажем так, в ненациональных регионах, но я вижу вокруг себя, что происходит, что люди, бизнесмены, просто состоятельные люди, они разворачиваются лицом к обществу, к большинству какие-то акции, местные сетевики, местные продуктовые магазины устраивают какие-то акции, там, вплоть до того, что бесплатно раздают какие-то продукты, бизнесмены местные, там, члены парламента, что зачастую одно и то же, участвуют в этих акциях, и можно сказать, ну, я склонен это считать больше, что у этого больше символический смысл, поскольку продуктовый набор, ну, их невозможно раздать столько, чтобы как-то серьезно повлиять на финансовое положение людей, но символический смысл этого, что люди оказывают друг другу помощь безвозмездно, бескорыстно, просто потому, что-то внутри толкает их к этому. Это очень приятно, это даже несколько удивительно, что в таком масштабе это мы наблюдаем вокруг себя, но это очень приятно, меня это очень вдохновляет. И это социальный капитал, это самое примитивное, наверное, его проявление, то есть в идеале это должно проявляться и в повседневной жизни, и в том, как люди склонны доверять друг другу, как они ведут бизнес, как они платят налоги, как они исполняют свои договорные обязательства в предпринимательской деятельности и так далее, но хотя бы вот этот уровень мы еще сохранили, что люди собирают деньги на лечение людей, и это отмечается, что на Кавказе собирается гораздо больше денег на благотворительность, чем в регионах не этничных, скажем так. И вот в связи с этим коронавирусом помощь, которую люди начали оказывать друг другу, она очень вдохновляет. Да, это, наверное, самый презентативный пример насчет продуктовых наборов, насчет вот таких моментов. А в Кабарде как с этим делом? Я не имею возможности наблюдать. У нас очень бурная деятельность развилась в этом направлении. Это, ну, конечно, в авангарде это религиозные организации, духовное управление. Очень они серьезную поддержку оказали. По-моему, первыми имена они раздали продуктовые наборы, две тысячи они раздали. потом подключились бизнесмены. Вообще они скооперировались тоже, и они без фамилии это сделали. Вот я не смог найти фамилии тех, кто этим занимался. Ну, это чисто, то есть у нас все имена всех меценатов нам известны, а у вас ну, это, конечно, влияние исламской этики, которая говорит о том, что если правая рука дает, то ли она не должна об этом знать. Не знаю, но вот в авангарде, по крайней мере, точно это были какие-то религиозные организации. Знаешь, у нас сейчас мечети закрыты, но когда месяц Рамадан, там накрывается ифтар, стол для раздавления, ну, импровизированный стол, и я знаю, что выстраивается очередь из людей, кто желает, допустим, ты хочешь накрыть, но завтра уже нельзя, потому что занято, и только через неделю тебе можно. Или, допустим, в Чигеме один состоятельный человек, у него несколько точек кафе разного формата, он весь месяц сразу занял в один из годов, то есть весь месяц накрывал только он, каждый вечер. Брат, ну вот об этих вещах нужно говорить больше, поскольку мы часто ругаем свои республики и ругаем заслуженно, но есть вещи, которые глубинные, которые дают нам основание надеяться на то, что что-то впереди нас ждет, какой-то позитив, какие-то положительные изменения нас впереди ждут, и это именно те вещи, на которые нужно обращать внимание, и то, как мы акцентируем внимание на своих недостатках, на своих слабых сторонах, на этом нужно не стесняться акцентировать внимание, поскольку люди привыкли к этому, и они не всегда понимают ценность, в том числе таких вот вещей, о которых ты сказал, о которых говорю я. Однозначно стоит побольше афишировать. Вот знаешь, с чем я столкнулся вот за время ведения вот этой страницы «Регония». Несколько раз мне писали о том, что вот когда я о художнике «Уходи Никишеве» написал, который флаг перевернул и выложил фотографию и так далее, зачем ты об этом говоришь, соседи узнают, там, ну вот, это был конкретный хейт именно по поводу того, что вот наши минусы не надо выкладывать, как бы. Вот это есть проблема на Кавказе, прям, я знаю, что и в Дагестане это очень сильно развито, вот девушка говорит о проблеме там, домашнего насилия, ее хейтят, что типа зачем ты показываешь вот с этой стороны, вот это мне точно так же не нравится, вот прям. Да, ну опять же, смотри, тут ситуация такая, more complicated, потому что в этом есть положительное зерно, да, то есть люди хотят выглядеть лучше, я не любитель такой позиции, что давайте вот всю грязь вывернем, всю грязь из-под ногтей, все грязное белье вывернем и будем, вот глядя на все это, довольны и сидеть и смотреть, как мы вскрыли все пороки. Общество таким образом устроено, это опять же одна из, вообще социология это интересная вещь, наверное, если бы у меня был выбор, какое образование получить, если бы оно не зависело от моей профессии, от моего заработка, я бы, наверное, выбрал социологию, потому что она на самом деле позволяет понять механизмы, по которым общество работает. И есть такое понятие, как теорема Томаса, это, ну, она формулируется так, что те вещи, которые люди допускают, как реальные, они имеют реальные последствия на этих людей. то есть, говоря о домашнем насилии, если подавать эту вещь, эти факты с той стороны, что вот так у нас все плохо, у нас только домашнего насилия, от которого все страдают, и по домашнему насилию мы на первом месте, и у нас такой патриархат, то это неким образом формирует сознание людей. может быть звучит немножко смешно, но это формирует сознание, то есть, человек, который допускает, что он живет в таком обществе, где насилие, уровень насилия зашкаливает, у него появляется какой-то какой-то стресс, он может быть уже более склонен агрессивно реагировать на мнения окружающих, на безобидные шутки или реплики, он более настроен к агрессивному решению каких-то проблем, при том, что я не раз это подчеркивал, в Кавказских республиках уровень насилия один из самых низких по всей стране, если взять статистику, один из самых низких, и это сложно бывает людям представить, вот постоянно ты смотришь, читаешь на обычные паблики, там убили, там расстреляли, там побили, там нанесли повреждения, но все надо смотреть в сравнении, то есть какую позицию мы занимаем по сравнению с Сибирью, в которой убивают людей порой на порядок больше, чем в наших республиках, при том, что представление Кавказа как человеке, который без задней мысли там хватается за какое-то орудие, да, и обидчика своего намеревается этим оружием поразить, они в том числе поразят у нас, хотя мы люди гораздо более сдержанные, гораздо более склонны контролировать свое поведение, чем наши соседи по регионам. Да, это всегда было в подсчете, кстати, вот я считаю очки и заключаю, завершая свою мысль, чем больше говорить о положительных моментах, конечно, тонкая грань, которая отделяет позерство, ну, даже, даже так, даже если ты видишь, что человек делает это, вот селфица со своим пакетом, который он несет там какой-нибудь своей соседке, и селфица с этим пакетом, пускай селфица, это лучше, лучше пускай селфица и выкладывает, и формирует таким образом сознание своих подписчиков, сознание, понимание того, что это есть вокруг нас, и это следует делать, это влияние этого сложно оценить, пускай селфица, я не против, я не склонен людей обвинять в чрезмерном там, в чрезмерной рекламе своих поступков, лучше, конечно, бы они как-то делали это по-другому, но если делают, пускай делают. То есть, ну, они тем самым могут на эту, на благотворительность, допустим. да, да, пускай это будет модой, пускай это будет, мы на суд Всевышнего оставляем намерения, с которыми это делает человек, да, пускай это будет модой, но мы будем знать, что эта мода формирует сознание человека, который бы никогда об этом не подумал, он увидел, что кто-то сделает, давай я тоже сделаю. Это знаешь, похоже, вот, когда я был в США, мне говорят, я говорю, мне удивительно, они, вот утром идут на работу, они удивляются, улыбаются, говорят, have a nice day, там, и так далее, have a good day, и я говорю, мне это приятно, они говорят, да они не искренне это делают, да зачем мне нужна искренность, я этого человека не видел, и я его больше не увижу. Тут, наверное, так же, главное, что он помог, чтобы он донес этот пакет? Безусловно, безусловно. И еще один интересный момент, который любят, о котором любят говорить наши цивилизованные, как вы их называете, это похороны. Вот на похороны пришло 300 человек, и кто из них пришел, и они стоят там и обсуждают там, кто какую машину купил, или кто там, где работает, да, вообще им дело не до покойника, и вообще, зачем это все, это лицемерие, послушайте, люди пришли, повинуясь какому-то корпоративному долгу, отдать должное человеку, даже если они его не знают, какой-то твой родственник, которого ты всю жизнь там, может, два раза видел, ты выражаешь свое присутствие, своим присутствием выражаешь поддержку его семье, и даешь им понять, что ты пришел, и в случае чего рассчитываешь на то, что они придут к тебе, то, что они тебе помогут, я не понимаю вообще, что в голове у этих людей, которые пытаются найти в каких-то общественных приличиях, пытаются найти, насколько это, насколько это искренне, и если мы все будем говорить друг другу, что мы друг о друге думаем, я представляю, что будет твориться, творится, да? Да, будет хаос, сто процентов. Ну, это знаешь, я вспомнил, опять же, о какой-то, Алика куда-то пригласили, я не помню, что это было за передача, и ему одна девушка сказала, что вы лицемерите, типа вот, все ваши вот эти, ну, типа, обвинения в том, что кто-то выглядит, вся ваша культура, это лицемерие, а Алик сказал, конечно, культура, это, я уж на улице там, я не знаю, безусловно, культура выглядит лучше, чем у меня дома. Насилие над тем, что человек хочет, что требует от него его естество, то есть, культура, это то, что запрещает нам вести себя таким образом, как мы вели бы себя у себя дома, да, вот, то разница между тем, как ты ведешь себя у себя дома, что на тебе надето, как ты ешь, как ты спишь, до скольки ты спишь, там, и тем, что ты транслируешь, выходя из своего дома, вот это можно назвать культурой. Или разница между тем, вот, вот взять человека в лес, закинуть, да, и вот он будет делать там все, что хочет, вот он вырастет в лесу и будет делать там все, что хочет, все, что ему его инстинкты, его позывы, диктуют. И вот эта разница между вот этим состоянием и тем состоянием, в котором человек находится, будучи в обществе, это культура. И то, о чем ты говоришь, ну, я стараюсь от тебя не отставать, это тоже культура в одном из своих многочисленных проявлений. И вот мы вернулись к первому вопросу, можно и так сказать. Потому что отказ от этой культуры, это может превратить в бескультурного человека, который... безусловно. И мы уже это видим. То есть, говоря об этой площади, мы воочию убедились, как представители обоих полов ведут себя так, как... ну, мы всегда склонны идеализировать своих предков и самих себя. Но есть вещи, которые реально были недопустимы. Реально, даже для нашего поколения, они были недопустимы в нормальном обществе. То есть, если... Я вырос в обычном дворе, но когда мы общались, вот скажем, ну, мужской, своей молодой компанией, и рядом, ну, были дети или были там соседи сидели, это был, ну, совсем другой язык. То есть, да, даже там речь не о мать, а просто о подборе выражений, о там, темах для разговора. При том, что мы как бы росли в обычном дворе абсолютно, там не было этих, да, рыцарских, не было этот круглым столом рыцарским. Сейчас же люди, собравшиеся на площади, для которых много женщин, женщин в возрасте, мужчин в возрасте, и они позволяют себе вот такое поведение, ну, это реально сдвиг, культурный сдвиг в сторону вот этого состояния, вот, человека из лесу, который говорит все, что ему вздумается, кушает, где ему вздумается, нужду справляет, где ему вздумается. это вот та проблема, которую мы все обязаны решать, если мы намерены построить какую-то прекрасную будущность для себя. Кавказ будущего. Да. Алихан, вот предлагаю к вопросам перейти, от подписчиков, здесь интересный вопрос. На примере республик с двумя или более титульными этносами может ли существовать общая идентичность, которая позволит избежать межэтнического напряжения и стать платформой для конструктивного сотрудничества? Ты знаешь, Мурат, я, может быть, сейчас скажу парадоксальную вещь, но межэтническое напряжение, оно часто играет такую мобилизационную роль, мобилизующую. Мне сложно оценить, насколько эта роль конструктивна, а насколько деструктивна. Но мне кажется, следует вот эту вот роль рассматривать и с этой стороны. Я не уверен, что общая идентичность возможна на национальном уровне, на региональном уровне она, безусловно, возможна, и она, безусловно, есть. То есть, говоря кавказец, как бы смешно ни звучало это, как кабардиноволкарец, да? Один из ваших мемов прикольных. Да, это местный мем. Да, говоря кавказец, мы все-таки что-то под этим подразумеваем. То есть, мы подразумеваем под этим какой-то поведенческий набор. И он у нас, безусловно, есть. Я не уверен, что это возможно вот уже на таком более локальном уровне, но в Москве я помню, я вот ходил там на матчи Спартака Нальчинского и ребята приходили. Там были и кабардино-балкарцы, наверное, и балкарцы, и кабардинцы. Ну, вот такое понимание какого-то сообщества, оно есть, и я в этом никаких проблем не вижу. и также не вижу проблем в том, что какие-то есть, вот когда эти айсберги бьются боками и что-то там какие-то откалываются, какие-то небольшие осколки, я не вижу в этом никаких проблем. Конечно, хотелось бы, чтобы это не доходило до таких конфликтов, как было в Кенделене и в разных других местах. Это, конечно, это, конечно, такие уже издержки, которые следует избегать, но, в принципе, вот в этой вот, в этом челлендже, в этом соперничестве, в этом постоянном вот стремлении превзойти друг друга, оно работает на пользу нам. Александр, вот в таком моменте, вот ты живёт два народа в республике. Возьмём нас, за пример, габардинцев, балкарцев. Разве реально, чтобы один народ развивался, вот допустим, чтобы у него рождаемость была намного выше, чем у того, кто рядом живёт, или культурная составляющая, чтобы у одних была намного выше, чем у других. Мне кажется, если одни начинают подтягиваться в каком-то направлении, то живущие рядом тоже подтянутся. Я не представляю, себе иной вариант. Ну, хотелось бы верить, что люди берут друг у друга лучшие примеры, и хотелось бы верить, что если один народ культурно поднимается, то другой будет брать пример, ну, я не уверен, Мурат, надо подумать, сложно мне сказать. Это вопрос к социологу тоже. Да, это, наверное, вопрос, который нужно просто знать на этот ответ. По моему как бы разумению, это возможно. Возможно, не знаю, возможно ли это долго, но возможно, что будет разная рождаемость, разный культурный уровень, разный уровень развития, это возможно. Наверное, мы можем привести примеры и на Кавказе, и в Азии, и в Европе, когда это происходит. Не знаю, как долго может эта разница держаться, но думаю, что это возможно. Да, посмотрим вопросы. пишут, что культура начинается с себя, что ты читаешь, что ты смотришь. Не сомнения. Интересный момент касаемо того, что нужно начинать с себя. Есть вещи, которые безусловно начинаются с человека, то есть говорить о культуре, не являясь носителем культуры, пренебрегая культурой, скажем так. Это, наверное, глупо и неконструктивно. Но есть вещи, изменения которых глобально невозможно без коллективных действий через общественные институты, через правительство, через создание каких-то объединений, в том числе культура. Административный рычаг бывает нужен. Да. То есть мы можем отрегулировать культуру внутри самих себя, внутри своих семей, внутри своих детей, но этого ведь мало. То есть мы должны думать о том, что наши дети завтра будут ходить в школы, они будут ходить в детские сады, и они будут ходить на площади, где будут происходить демонстрации, и что наши сестры, матери, и жены выходят из дома, и они будут взаимодействовать с людьми, которые населяют это общество, и нам приходится думать о том, с каким обществом они столкнутся на улице. То есть вопрос культуры это вопрос не личный, к сожалению или к счастью, но решить его на личном уровне можно только в рамках своей семьи. Но взаимодействуя, находясь в обществе и взаимодействуя, мы вынуждены думать о том, с каким уровнем культуры столкнутся наши дети, женщины, и сами. Кто-то просит тебя, Алихан, порекомендовать что-то по истории Осетии и Кавказа. Ну, по истории сети, наверное, учебник Блиева-Бзарова это такой наиболее из того, что написано, из того, что я читал, наиболее объективный, краткий и вменяемый, скажем так. Потому что, ну, говоря об истории кавказских народов, кавказские народы вообще склонны таким образом писать свою историю, что стыдно бывает даже, стыдно или страшно открывать эти учебники. Это часто, это часто явление, поэтому, ну, вот Блиева-Бзарова по истории Осетии, по истории Кавказа, ну, источников на самом деле много, я их читал не системно, какими-то урывками, очень люблю читать мемуары. Наверное, самое вот, что самое интересное, что я читал по истории Осетии, это были мемуары. Это мемуары Кундухова, Кубатиева, мемуары врача одного, Албегов, если не ошибаюсь. Нет. У моего родственника есть мемуары, они написаны на английском языке, я все пытаюсь их перевести, как руки не дойдут. Он эмигрировал в 20-м годах в США, там умер, и мемуары его записала его супруга на английском языке, он у нас дома есть. Аликан, у нас обратный отчет пошел, 15 секунд достаточно. Что, было очень приятно, надеюсь, что вы не зря потратили ваше время. Все, давай, Аликан, Салам Алигум, всем счастливо. Мне просили передать ваше время,